здравствуйте сегодня наконец-то наступил день когда я дождалась что расцвели мои орхидеи я хочу вам их показать какие у меня есть сорта и как они себя чувствуют это я вам уже показывал это черный принц орхидейка она уже цветет месяца 8 я еще осенью семнадцатого года и и купила пересадила сразу же она цветет и цветет цветочек очень крупный серединочка посмотрите какая упругие цветочки красивенько цветет сейчас я вам все подробно расскажу здесь у меня мельтония камбрия растет я пересаживала их а потом решила не сажать в один горшок а общий взять горшочек и поставить горшки вместе и она получилась как комбинация красиво молодые ростики растут вот видите после пересадки как она хорошо себя чувствует а это немножко испортилась ничего буду ждать может быть оживет вот раз листочек и отпал это живенькая слабенькое было растение но я что могла то сделает мельтония здесь пустила новый росточек с этой стороны будет цветоносики пускать с этой стороны а это камбрия красная такая красивая крупная вот такая вот такая камбрия очень красивый цвет но это я в следующий раз вам расскажу как они себя чувствуют что я с ними буду делать как я их удобряю камбрии мельтони а сегодня поговорим об орхидеях сейчас я уберу эту вазончик словите как он красиво смотрится все вместе в огромном горшочке а когда зацветут это вообще что-то будет красивее теперь об орхидеях вот как они себя чувствует как я вот за маленькими ухаживаю реанимашечками сейчас я вам все расскажу цикос тоже уберем в сторону тоже он бедный мучился мучился потом листики все исчезли полностью отмерли я думала бульбу выбрасывать не выбрасывать но у меня стояла стояла я взяла в лесу живой мох вот так обложила ее бульбу эту и начала поливать так как обычно и он выпустил вот эти два росточка они долго-долго теперь стоят на одном месте я жду пока еще пустит что-то но надеюсь дождусь но растение красивейшая сейчас я убрала теперь покажу вам реанимашечки это мои реанимашечки которые я реанимирую в водичке смотрите у нее один корешочек это какой-то этот засох не жалко его обрезать пускай будет а этот на ниточке вот висит но все равно я на что-то надеюсь он тверденький он пускает новый ростик серединке сейчас я вам покажу это какие-то повреждения беленькие вот эти новые ростик то есть в водичке он чувствует себя хорошо шейка не чернеет но и корней тоже не пускает вот так я ставлю в водичку корешочек чуть-чуть дотрагивается до водички а сама шейка не дотрагивает это первая реанимашечка вот вторая реанимашечка здесь я поставила кусочек пенопласта потому что она окуналась и прямо шейка макалась все время в воду мне это не надо вот я поставила кусочек пенопластика и тоже она себя чувствует хорошо листики твердые жесткие большие и вот так вот я ставлю между пенопластом и водички она практически не касается видите чуть-чуть слегка 2 реанимашечка 3 реанимашечка она была вяленькая такая ну я отрезала от нее шейку листик вот начал желтеть я пока его не снимаю посмотрю что будет дальше корешочку жесткий зелененький ну шейка не не от подсохла видите подсохла но этот листик наверно отомрет серединочка что-то там вроде бы как пускать хочет с точки роста цветонос рос потом засох и корешки начали пропадать то есть цветы которые идут с точки роста я советую не покупайте вот вот так я его ставлю стаканчик и он у меня тоже стоит и четвертая реанимашечка это миничка мультифлора миничка она тоже росла все было у нее прекрасно а потом шейка удлинила сильно была черная и и обрезала корешочки лишние обрезала и она уже где-то месяц стоит у меня в воде и вот пустила новую листику в воде когда она росла на не пускала новый листочек а в воде пустила а какой у меня секрет секрет я вам расскажу такой это вода не просто вода я в нее добавила стимулятор роста hb101 одну капельку на литр воды из этого литра воды по чуть-чуть каждый стаканчик налила растворчик а остальным раствором наливаю брызгалку и обрызгиваю вот эти шейку стараюсь все растения листики не сильно я шейку в основном брызгиваю ближе к корешкам кореш корневую часть земля такой пульверизатор я купил 10 рублей стоит самый дешевый набираю раствора вот так обрызгала обрызгала корешочки чуть-чуть и все этим раствором hb101 извините я прошлом видео показывала как он выглядит и рассказывала как его растворяю все а а сейчас я вам показала как я обрабатываю свои орхидейки в серединку вот сюда главное же мне попала сюда влага корешочки можно вокруг вот так вот даже листики можно но я листики не прыскаю никогда и вот вам покажу сейчас свои орхидей чеки наконец-то они у меня росли росли пустили цветоносы я ждала и они распустили вот одна из орхидеечка вот она еще не хочет распуститься до конца я хотела вам показать уже в полном расцвете эту красоту как она распустится какая она вообще вот этот цветочек распустился но ждала не дождалась у меня терпение лопнула и решила я вам ее показать это мультифлор очка она растет небольшая невысокая цветочек можно сказать крупненький посмотрите вот моя рука на размер размер в руке там очень не распустилась когда откроет листочек она еще крупный цвет у нее красивый сейчас покажу корневую корни у нее шикарные это у нее домашнее цветение это не покупная уже больше года она у меня растет цветоносы пустила вторые вот она еще и сортовая видите какой-то сорт я не могу определиться какой-то сорт как он называется если кто знает напишите пожалуйста в комментариях но она очень красивая у нее цветоносы коротенькие но толстые такие и много большие такие бутончики набираются нравится это одна из орхидеек чувствует на себя хорошо здесь листик немножко поломали но ремонт делали передвигали взад вперед лопнули он упал чуть-чуть ну ничего эту я вам показала сейчас покажу следующую сторону вот следующая моя любимица она похожа на колоду но она крупнее ведь это же беленький язычок ободочек здесь темная темная это как мой лак видите какой расцвет бутонов посмотрите сколько на бутонов пустила есть на этой ветке два цветоноса пустила и этот еще разветвляется цветонос вот он опустил очень хорошо она себя чувствует и вот почка набухла вот эти для того чтобы они хорошо цвели вот эти чешуечки я снимаю аккуратненько и даю как бы воздух почкам или как сказать они мажутся таки не новая пост но они у меня всегда открытые и она начинает вести как только вот это начинает отцветать с этих почек начинает образовываться другие цветонос получается беспрерывное цветение в 3 какая прелесть она еще будет цвести цвести я хотела в полном показать как она зацветет но не выдержала решила показать сегодня красавицу затем у меня такая орхидеечка и тоже не знаю ее название тоже она красиво цветет разветвляется как мульти флора но это по-моему не мульти флора потому что высокие цветоносы но она очень красивая как балеринка какая-то как язычок не знаю красиво я даже не могу передать ее красоту тоже не знаю название или кто знает пожалуйста пишите всех моих орхидей названия корневая у нее хорошая чувствует она себя хорошо напустила воздушных корней много вот эти зелененькие поливать ее еще не буду я потом расскажу как я поливаю свои орхидеи сниму вам отдельное видео для того чтобы знали как я ухаживаю как кто-то ухаживает чтобы было все понятно это мой черный принц это моя каода она мельче немножко чем-то что вам показана на очень восковая красивая тоже такой цветочек необычный вот она пускает боковушечки уже вот начали просыпаться почечки я их тоже посадила в один горшок 3 вазончика поставила вот эту каоду черный принц и бело-зеленая у меня здесь будет вот это тоже бело-зеленого листочек начинает пускать корни у них хорошие их пересадила как поливаю расскажу в следующем видео в этом горшочке внизу горшка постоянно водичка вот вот такие орхидейки расцвели у меня и живут вместе со мной и радуют меня своим приятным с ними общением спасибо вам за внимание подписывайтесь на мой канал я вам буду очень много всего рассказывать до свидания